Парад памяти 2022 Дома офицеров откроют памятные доски командующему военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве генералу армии Максиму Пуркаеву и дирижеру военного оркестра парада 1941 года генерал-майору-композитору Семену Чернецкому. Завершится серия мероприятий 8 ноября. В Театре оперы и балета пройдет историко-просветительский окружной патриотический форум «История для будущего» и «Информационный фронт». Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары информирует в своем телеграм-канале, что специалисты Куйбышевского района совместно с педагогическим составом школы номер 74 обсудили вопросы эффективного взаимодействия при работе с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Администрация железнодорожного района Самары поздравляет в своем канале суртопереводчиков с профессиональным праздником, который отмечается 31 октября. Праздничную дату установили в 2003 году, а первые упоминания об этой профессии относят ко времени правления Павла I. Его жена Мария Федоровна приглашала европейских учителей для обучения глухонемых подданных, включая их детей. Однако данную работу долго не признавали полноправной профессией. Признали и внесли ее в тариф на квалификационный справочник только в 1992 году. Жестовые знаки имеют разные значения, все зависит от государства, в котором они применяются. Поэтому суртопереводчики, получившие образование в одной стране, не всегда смогут работать в другой, сообщает телеграм-канал. Продолжение следует...